Всем привет, ребятки! Вещает Алекс. Сегодня я хотел поговорить о нестандартной теме, очень популярной и очень замалчиваемой в интернете, в соцсетях, особенно в социальных групп различных уральских городков. Там Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Курган, Омск. Так вот. Какой совет вы бы дали, опираясь на свой жизненный опыт молодым? Не злоупотреблять алкоголем. Почему? Да потому что придется, как и мне, очень плохо, и многие умирают. У меня в Черноречии в 34, 37, 40 лет умерли друзья. А я вот как-то до 57 дожил, и, ну, скорее всего, я если не похмелюсь, я тоже уйду. Поговорим сегодня об алкоголе. Небольшой ролик запишу. Речь об алкоголе идет в том, что так или иначе возникают потребности, необходимости в ограничении свободного распространения алкоголя среди населения, то есть свободной продажи алкоголя. Речь идет об временном ограничении, а также о подушном ограничении количества магазинов в том или ином населенном пункте. Конечно, этого сейчас нигде нету, но так или иначе в социальных сетях этот вопрос поднимается, и я встречаю очень много негативных отзывов, что, нахрена, вы что, Россия всегда бухала, это основная скрепа России, быть бухим, в жопу всегда, короче. Вот. Так вот, я выскажу по поводу всего этого свое мнение. Меня, конечно, это удивляет, те ребятки, которые говорят, что Россия всегда бухала, и бухалово это нормальное состояние страны, этого населения. Я с этим не согласен. Даже потому, что из-за вот этого количества засилий алкоголя в стране у нас, к сожалению, растет статистика преступлений, как и маленьких преступлений, так называемых, что-нибудь стыбзить по синеве, так и крупных преступлений, связанных с убийством граждан. Причем даже граждан, которые даже и не пьют. Например, зарезать собственную жену, потому что напился, и задушить ребенка в лифте, потому что напился. Или сбить человека на зебре, потому что пьяный за рулем был. Или напившись забыл выключить газ и взорвал весь дом. Вот таких происшествий все больше, и больше, и больше, и больше становится. Становится реально страшно жить среди такого сообщества людей, где алкашка ставится на уровень, так сказать, обычного. Как будто сходил в магазин, купил сколько тебе надо, там влил себя, и все, и, а потом уже хоть там, хоть ятовную бомбу кидай с неба, пофиг. Вот мне вот, честно говоря, вот страшно в таком обществе жить, быть под риском, быть уничтоженным каким-нибудь алкоголиком из-за его халатности, там, отношения к алкоголю, там, или у него голове чего-нибудь там стрельнет. Вот, как у вас, кстати, с этим вот вопросом, вот интересно, вот как вот вы так считаете, вот, боитесь вот жить среди алкашей, которые могут вас уничтожить, там, или взрывом бытового газа, или сбить на зебре, или просто зарезать по пьяни, или ограбить по пьяни. Вот, ну, как вам? Вы боитесь этого или нет? Вот, задумывались об этом? Так вот, лично я расскажу, как в некоторых регионах России этот вопрос решается. Вы знаете, что я часто езжу на Горный Алтай, иногда был в Тыве, и вот поставлю в пример два населенных пункта. Это Джазатор на Горном Алтае, и Кизлхая это в Тыве. Так вот, в Джазаторе и Кизлхая абсолютно стопроцентно запрещена продажа алкоголя, вообще всякого, абсолютно всякого. То есть, место администрации запретило ввоз алкоголя в эти села. То есть, вы можете туда привезти это как свое, себе, домой, из соседнего региона, грубо говоря, соседнего села или районного центра, но продавать вы это не имеете права. Вот, я помню эти села, когда я туда ездил, когда там в магазинах все было, и водка была, и вино, и коньяки, и все, все это было. Так эти села ползали, как зомби, вот такие, ползали, на улице приставали к туристам, просили денег там. Нет-нет, да видел, что в заборы, в заборы впивались автомобили, и бросались тут же на месте в эти села, ползающие на корячках, зомби там были. Это жесть вообще, это какой-то зомби, апокалипсис там был, это в Туве, и вот на горном Алтайе джезаторе. Я это сам видел своими глазами. А как только вот этот закон приняли, вместо администрации, все, все ложили, все стали работать, все трудиться, меньше стало на улицах мусора даже элементарного, то есть бутылки уже там не валяются, уже. Люди все чем-то заняты, и все, и как бы больше здоровья. Но сами подумайте, чем люди меньше бухают, они больше работают, больше они приносят добра и в своей семье, и самим себе, и в целом на селе становится лучше жить. А представьте, это сделать в рамках города, вот так вот запретить алкоголь полностью, ребят, смотри. Вот если в рамках всего города это запретить, и народ будет меньше бухать, больше работать, больше денег зарабатывать, меньше денег тратить на бухло, и, соответственно, больше отдавать семью, и меньше ставить других граждан, не пьющих, или каких-то других, под риск быть уничтоженными, убитыми, взорванным бытовым газом и так далее, и так далее, то есть правонарушения. Это же классно. Ну, конечно, полностью запрещать алкоголь тоже нельзя, но, тем не менее, можно это сделать под ограничение, как в Чечне это сделано. В Чечне, кстати, алкоголь разрешено продавать с 8 утра до 10 утра. Всего 2 часа. То есть те, кому надо затариться, они могут в течение 2 часов пойти в бухло-маркет, и там это закупить, ребят. Это, кстати, очень классная такая вещь. В принципе, по всей России бы, если такое ввели, было бы классно. Я не считаю, что алкоголь это какой-то такой необходимый продукт, который нужно каждый день покупать, как бутылку молока или как буханку хлеба, чтобы без алкашки тут все загнутся, все помрут с голоду. Нет, ни хрена. Вот у меня дома стоит бутылка коньяка, я ее купил полгода назад. Что, она мне каждый день, что ли, нужна? Нет? Раз в полгода купил и все. И до сих пор она не распечатает, стоит у меня дома. Потому что нет у меня ни тяги, ничего, ни желания ее открывать. Ни повода. То есть у меня, конечно, это праздники. Праздную, праздную там день рождения, Новый год и все. Но у меня нету... Я не считаю, что, чтобы отправиться в какой-нибудь праздник, нужно обязательно набухаться спиртным. Вот. Поэтому я считаю, что можно очень серьезно ограничить продажу алкоголя в стране, как и по времени, например, вот с 10 утра и до 14 дня каждый день. А также запретить продажу алкоголя в выходные дни. А почему в выходные дни? А чтобы народ кривой не ползал по улицам с бутылками в руках, как у нас сейчас в российских городах это происходит. А почему вечер не продавать? Это очень просто. Утром люди начинают пить, а вечером что делать? Бегут в магазин догоняться. Так вот, чтобы догонщиков всех тормознуть, вот надо запретить алкоголь на продажу вечером. Вот это чисто мое такое мнение. Кстати, я был в Индии, ребята, еще вдобавок, в Индии. Так там вообще алкомаркеты там находятся в очень закрытых таких вот местах, которые знает очень мало людей. Вот я как туристом только через таксистов узнал, где продаются коньяки местные. Ромы там и так далее. Вот. А так просто так, просто пойти по городу хрентуют, алкашку найдете. Вот. Также мне понравилось, как вот в Эмиратах, как у них штат называется, штат Эмират. Шарш. Там вообще алкоголя нету. Вообще. И ты идешь по улице, чувствуешь себя абсолютно 100% безопасности в час ночи. То есть там нету шатающихся пьяных зомби, нету гопников, нету всякого ужаса там. Никто не курит, никто не пьет. Чистота на улицах, вообще благодать. Там даже годовалый ребенок не потеряется. Потому что там все цивилизовано. Никто не бухает, никто не пьет. Все классно. Вот поэтому я считаю, что в России нужно тоже по такой же тенденции идти, ограничивать алкоголь. Кстати, сколько вот, посмотрите, зайдите в дубльгиз и посмотрите, сколько алкомаркетов в вашем городе. И вы придете в ужасающуюся статистику. Оказывается, что у нас в России алкомаркетов один на тысячи человек. И это включает даже маленьких младенцев, ребята. Вот сколько вот в вашем городе людей живет? А сколько в вашем городе алкомаркетов? Посмотрите, вы охренеете. Тысячу людей на один алкомаркет. Это что, это люди, получается, бухают чаще, чем едят хлеб, что ли? Мы что ли, совсем, что ли? Упали, ребят. Нет, ребят, так нельзя. Надо это все дело ограничивать. Надо ограничить по времени алкоголь, распространение алкоголя. Да и вообще я считаю, что магазины по продаже алкоголя нужно выносить куда-нибудь там. Ну, как у нас в России было принято. На 101-й километр. И тогда будет все хорошо. Тогда будут люди трезвые, люди будут здоровые, будут лучше работать, больше зарабатывать и будут более счастливы. Всем добра. Пищал Алекс, блогер.